Дорогие люди, всем приветик! Мы сегодня приехали гулять по деревне, которая находится рядом с нашим городом. Ну так, где-то с 10 километров. Мы здесь первый раз. Ну, деревня старинная. Сейчас с вами вместе погуляем и посмотрим, что тут есть интересного. Уже были на детской площадке, детей развлекли. Теперь можно. То, что я рассказываю, я уже часто рассказывала во многих других видео. Ну, может быть, друг кто-то не видел, да? Хотела обратить внимание, многие дома в этой деревне имеют не номера, а названия. Например, вот этот, Roslyn House. В Англии была такая практика раньше, что дома называли названиями вместо номера. И потом эту практику отменили, потому что почтальонам было очень тяжело доставлять почту. Это было, если я не ошибаюсь, в 18-м или 19-м веке. Подпишу внизу дату. Сейчас можно тоже дать дома название, но оно будет наряду с номером. Да, и в почтовом адресе тоже оно будет значиться, но номер все-таки будет. В таких старых деревнях, как эта, это значит, что она построена раньше. Да, вот здесь, как, например, Farron Cottage. Остались дома с названиями, и они уже, как бы, закон не имеет обратной силы, то есть они без номеров все равно проходят. Но новые дома уже должны быть обязательно с номерами. Посмотрите, в заборах растет. Забыла, как называется этот цветок, но он такой розовый потом будет цвести. В общем, вот такое вот. Много тут есть старинных элементов, есть какие-то и новые, конечно, да? Но много есть таких старинных, и деревня немножко такая, частично в каком-то таком разваленном, разрушенном, заброшенном состоянии. Но даже эта заброшенность, она такая какая-то очень классная. Значит, тут висит объявление Garden Trail. Это завтра будет. Но это такая благотворительная программа. Мы всегда хотели попасть на такой Garden Trail, никогда не получалось. В общем, она заключается в том, что частные люди открывают свои сады, ну, садоводы-любители. И в рамках этой программы можно ходить смотреть частные сады людей, как они устроены. Есть карта целая, ну, это в нашем графстве, да? Эта программа действует по нашему графству, в каких городах, какой день. Для того, чтобы попасть в этот сад, нужно заплатить небольшую плату, да, входной билет, там он где-то 3-5 фунтов. И потом все эти деньги идут на поддержание местного хосписа. В общем, вот таким образом соединяется благотворительность, любовь к садоводству и культурные события в нашем графстве. В телефонной будке библиотека. Вот видите, сейчас уже телефоны не актуальны, да, потому что ясное дело, что у всех уже есть сотовые телефоны, никто ими не пользуется, да. Вот эти цветочки, как раз, смотрите, сейчас зацветут уже красным. Они часто на море растут. Вот, и недавно я видела, правда, объявление. Мы хотим на кампинг поехать. Там было написано, сеть не ловит. Имейте в виду, у нас на кампинге нет ни интернета, ни телефонной сети. Но у нас есть телефонная будка. Так что несите монетки. Так, смотрите еще, у кого-то какой прекрасный клематис растет, да. Прям на весь дом. Тоже красота. В общем, в английских деревнях любят цветочки на самом деле. Здесь находится центр деревни. И смотрите, что вам покажу. Представляете, уже у нас начала цвести глициния, да. Я даже не ожидала, потому что мне показалось, она обычно в мае, но, видимо, здесь солнечная сторона. И вот она цветет. Представляете, красивая какая. И очень вкусно пахнет. Вот, в центре деревни находится один магазин, он же кафе, он же пост-офис, ну, почта, да. И он же community center. То есть место сбора местных людей, желающих пообщаться. Сейчас пройдем по улице, сейчас вам покажу несколько раритетных, интересных домов. В общем, хотела обратить ваше внимание на знак деревни. Тут в английских деревнях всегда вешают такие знаки, да. Что в деревне есть или какая история. И здесь есть, ну, церковь, понятно, да. Какая-то свинья, не знаю, что это значит. Мельница. Здесь была мельница, ее сейчас нет. Она была в, ну, там, в 19-м, 18-19 век. И вот такая вот еще римская, как бы, военная каска. В общем, что здесь интересно, что расскажу про эту деревню. Что в нашем сафлоке, в нашем графстве, это было самое крупное римское поселение. 2000 лет назад. Как вы знаете, Великобритания была римской колонией. И, ну, римляне сюда прибыли приблизительно, это было, ну, 40-й год, там, по-моему, нашей эры. Ну, то есть, сразу после, там, Иисуса Христа, да. Буквально там. Чуть-чуть спустя римляне прибыли сюда. Столицей своей они сделали город Колчестер. Он здесь не очень далеко находится. Ну, так, 40 минут, может быть, на машине. И строили здесь дороги, да. И у них шла дорога в сторону места, которое называется Кейстер. Она находится в Норфолк. Через вот эту деревню. Которая как раз была, видимо, определенным перевалочным пунктом, да. Здесь были два римских форта. Так, не знаю, здесь много так машин ездит. Не знаешь все время, как перейти. И я даже удивлена, что в этой деревне нет названия суффикса Честер. Потому что обычно все римские вот эти форты, они заканчиваются на Честер. Ну, типа Чечестер, Манчестер, Винчестер. Вот, но я вам хотела показать, смотрите, какой старый дом. Фахверковый. Здесь сейчас живут люди. А когда-то здесь было почтовое отделение старое. Вот, не знаю вообще, как можно жить в таких старых домах. Потому что, смотрите, сейчас поближе покажу, какое старое дерево. Вот, ну точно ему там, не знаю, 300-400 лет легко. И вот, смотрите, здесь старое было... Раньше было почтовое отделение. Осталась, ну, коробка, вот этот ящик для писем. Написано, ящик больше не используется. Пожалуйста, опускайте письма в другой ящик, там, где новое почтовое отделение, да? Вот, а дом называется The Old Post Office Cottage. Ну, в общем, дом старое почтовое отделение, если так говорить по-русски. Так, идем дальше, сейчас еще покажу что-то. Вот, у всех цветочки. Красота. Даже не знаю, что будет с узки. С какой стороны лучше снимать? С этой или с той? Лучше всего вот так, по дороге идти. Главное, чтобы машина не спила. К сожалению, от римских построек здесь ничего не осталось. Ну, как бы оно и понятно, все-таки это было 2000 лет назад. Меня вообще удивляет. Знаете, я была когда в Риме, я помню, приехала. Но я была просто потрясена тем, насколько это называют вечный город, да? Насколько там все историческое. Насколько там все старое и ничего не ограждено. То есть тот же пантеон, ему 2000 лет. Ты по нему ходишь, люди сидят там просто на ступеньках, все можно трогать. Вот, смотрите, про заброшенность города. Здесь был паб. Он называется Duke's Head, то есть голова герцога. Часто в Англии называются пабы таким названием, чья-то голова-то. Голова короля или там голова какого-то воина. Это не имеется в виду отрубленная голова, это имеется в виду, что бюст. Вот, ну, по-простому называется голова. Как вы видите, он заколочен, не знаю, почему его закрыли. И в таком, ну, видно, состоянии как бы заброшенном немножечко, печальном. Вот, но здесь такая вся заброшенность, такая историческая, смотрите. Сохранились старые таблички, где написано, что продаем intoxicating liquor. Ну, то есть по типу токсический, как сказать, одруманивающий алкоголь. Продаем на территории паба. Так. Какие машины большие гоняют. Здесь, я так понимаю, самая старая часть, и поэтому домики такие маленькие, и дороги такие узенькие, потому что, ну, раньше понятно было, да, что дороги были для лошадей, дома уже поставили, и сейчас уже как бы их не, ну, не сдвинешь, да. В эту сторону уже написано footpath. Это значит, что там дорожка пешеходная, чтобы пройти из одной деревни в другую или через поле по каким-то частным владениям, потому что здесь многие очень любят ходить пешком, такие пешие прогулки, да. И можно всегда в гугле забить название любого населенного пункта и написать слово walk, то есть прогулка, и тебе сразу выпадет карта, как можно пройти, сколько километров, какой уклон, сложность, что вы видите по дороге, потому что здесь очень много даже этих клубов хайкинга, как по-английски называется, а по-русски, наверное, пешеходные прогулки. Вот, хотела показать, что здесь дом есть с соломенной крышей. Ну, такая себе соломенная крыша уже, как бы требует, видно, ремонта, вот, но пока что не отремонтировали. Здесь, на самом деле, для того, чтобы отремонтировать соломенную крышу, очереди стоят два года. Можно в очереди ждать, потому что мастеров очень мало хороших. Они на пересчет. Учебных заведений нет, которые учат крыши перекрывать соломенные. Это семейный бизнес, то есть можно научиться только быть подмастерьем у отца. Вот, поэтому как бы такое. Надо как-нибудь снять вот про соломенные крыши. Здесь хотела вам показать, смотрите, это розмарин цветет. Называется это, ну, трейлин по-английски, да, по-русски не знаю, как. Как плетущийся розмарин, может быть, ползучий, ползучий розмарин. Тоже красиво, да? Редко я вижу, но вот второй раз уже вижу, что у кого-то растет плетущийся розмарин. Вот, и здесь тоже, видите, дом с названием Oakwell. А вот такая деревня, мне нравится, красивая. Несмотря на всякую заброшенность и небрежность, ну, чувствуется в этой заброшенности время идущее, текущее, да. Это место не туристическое, это обычное место жилое, то есть здесь ничего как бы такого специально для туристов не делают. Красиво, правда? Как вы относитесь к жизни в деревне? Ну, я имею в виду вот в такой деревне, да, то есть здесь видно не то, чтобы это такая деревня, где куры, козы там, коровы. Здесь в английских деревнях этого нет. Здесь люди живут просто практически такой же жизнью, как в городе, то есть у них нет хозяйства, но у них как бы, ну, они все друг друга знают. В общем, местная какая-то община, тихая жизнь, ну, если не считать вот эту, кстати, шумную дорогу, где все время все ездят. И рядом с городом. Вот многие англичане предпочитают жить в таких местах, чем в городе. Вот у кого-то здесь большой тоже дом, да? И здесь всегда жилье дороже. То есть если в нашем, например, городе, ну, скажем так, средняя цена дома с тремя спальнями, это, ну, там, 300 тысяч, да, то здесь, наверное, будет уже 400. Хотя, казалось бы, ну, часто нам кажется, что за городом, ну, в деревне дешевле, да? Но нет. Здесь больше спрос, меньше предложений, дороже все. Вот, тоже, видите, такие пахверковые дома старые. В общем, вот так вот. Я городская мышка. Я всю жизнь прожила в мегаполисах. Я очень люблю городскую жизнь. Но чем больше я живу в Англии, тем больше я уже склоняюсь к спокойной жизни, чем к беспокойной. Не знаю, или это возраст, или это дети, или это просто, знаете, как люди, когда переезжают, особенно на другую страну, у них меняется стиль жизни. И что-то меняется внутри, да, какая-то часть личности. Развитие какое-то происходит. Так, вот это здание магазина. Здесь, очевидно, раньше была конюшня, видите, какой высокий тоже въезд. Ну, не знаю, что тут было раньше, да? Сейчас магазин, кафе, и все на свете. Тоже такое здание и старое, и еще под стариночку так оформлено. Вот, сейчас пойду забирать своих малышей, они там кофе пьют, пока я гуляю, потому что с ними снимать ничего невозможно, и пойдем уже домой. Смотрите, как красиво кофе и рукоделие, да? И здесь вот кофе выпил и посмотрел рукоделие, или приобрел, и конфеты, да? Так, и приобрел тут какие-то свечечки, вазочки и прочее-прочее, да? И чипсы, да, может. Ну, вот тут все, и кафе, и магазины, и аптека, и почта. Можешь открыть. Сильпо, короче, по-русски. Ну, здесь есть тоже сувениры. Помните, мы с вами ездили в эту церковь? Называется она Кроуфилд зимой, да? Здесь продается фотография. 25, ой, так не видно, 25 фунтов. А это, смотрите, наш мост, который рядом с нашим домом, да? А это можно купить квинтэссенция нашего графства. Какая-то деревня, Коденем, которая здесь и есть, да? Да. А, вот этот старый дом, где почта была, который мы с вами смотрели. Еще, Ира, можешь сказать, что здесь волонтеры работают, и это комьюнити кофе-шоу. Это здесь вот эта женщина, она волонтер, да? Она зарплату не получает? Нет. А, ничего себе. Вот, представляете, как интересно. Комьюнити – это как клуб, да? То есть это магазин, клуб. Со всеми бедами, тревогами, потребностями. Сюда, и поэтому, да, представляете, здесь работают местные не за зарплату, а за идею. Вот как раз то, что я говорила. Если вы хотите гулять, то вот здесь тоже можно взять карту с маршрутами и прогулками. Два? Можешь два, а остальное папе. Хорошо? Мы, Марчин, договорились, по одной есть, а остальное держать на другие дни. Дети, конфеты неразделимы. Смотрите, какие тут балки, да? На каких этих болтах держится все в этом магазине. На винтах, да? Классно? Понравилось тебе здесь, Марчин? Да, очень, я хотел бы здесь жить. Хотел бы здесь жить. Марчин в каждом месте хотел бы жить. Не, ну, здесь так спокойно. Спокойно, да? И близко, все близко. Все близко, да. Я чувствую себя, я так ну здесь. Да, да, да. Все близко. Здрасте. Смотрите, еще у нас сейчас время, когда расцвели bluebells. Такие колокольчики. Ну, гиацинты, ботанические. Это гиацинты, да? Они растут в лесах. Дикие. Я про это уже снимала. Тоже оставлю ссылочку. А вот они цветут в апреле. И обычно все ездят в лес на них посмотреть. Ну, у некоторых в садах. Так. Вот еще кусочек тоже домов. С клевыми машинками. Ну, я хотела другое показать. Я забралась тут на холм. Еще, как обычно, в деревне есть, конечно же, и церковь. Вот она. Ну, это вот традиционные наши вот эти вот церкви, да? Нормандского вида. Можем заглянуть на минуточку. Меня уже мужики ждут в машине. Выпустили. Только чтобы быстренько посмотреть. Так. Вот, смотрите. Тоже все какое старое. Это церковь Святой Марии. Она постройки 14 века. Ну, естественно, тут много перестраивалось. Но самые старые части, самые старые детали здесь 14-15 века. Это церковь действующая. Ну, понятно, что сейчас в Англии общество менее и менее религиозное становится. Поэтому, в общем, она действующая. Но, как я понимаю, как во многих деревенских церквях, службы здесь проходят, например, не раз в неделю, а даже раз в месяц. Ну, это было так до пандемии, да? Во время пандемии понятно, что все службы были по зуму, и они могли быть даже каждую неделю, да? Вот. Не знаю, как сейчас. Может быть, они продолжают по зуму или уже открылись. Но хочется сказать, что сегодня многие люди воспринимают церкви не как религиозные какие-то сооружения. Даже если церковь действующая, многие воспринимают ее как место более культурно-историческое, чем религиозное, и приходят сюда, соответственно, по каким-то культурно-историческим вопросам. Или по вопросам местного сообщества. Иногда проходят какие-то выставки, ну, местных, там, например, каких-то людей, да? Или концерты музыкальные, вот такие вот события. Эта церковь, как и многие другие в деревнях, поддерживается также местными волонтерами. То есть местные люди ее открывают утром, например. Там она открыта стоит с, там, ну, скажем, с 8 до 5 или там с 9 до 5. Утром открывают, вечером закрывают, чтобы она была весь день открыта для любого, кто хочет сюда прийти. Убирают, следят, чтобы была чистота, порядок. Это в основном все просто местные добровольцы. А где Ящу? О, потеряли! Вот Сташу! А где Ящу? Вот, какая красота! Да? Смотрите, кроме всего, кроме колокольчиков, у нас еще цветение рапса. Ну, это не только у нас, наверное, и во всех других странах сейчас цветение рапса. Просто на машине едешь, все поля желтые. Очень красиво. Мы уже в каком-то году фотографировались. В каком? Два года назад мы снимались, да? Да, два года. Два года, да. Сегодня чуть-чуть, это, не наряжены, некрасивы для фотографий. Вот, ну так очень красиво. Так, дорогие люди, очередной отчет по моей цветочной лазанье. В общем, вот, что у меня в итоге выросло в горшке. Сейчас цветут нарциссы. Хотела вам снять, пока они не отцвели и пока их окончательно не съели. Потому что у нас улитки какие-то звери. Они прям, смотрите, как съедают цветочки. Вот, были нарциссы и нет нарциссов. Вот, можно было побольше посадить. Или, не знаю, так лысо, потому что, может быть, их подъели. И еще вот не все распустились. Вот, но я хотела сказать, что и в середине уже сейчас пойдут тюльпаны. Вот, у меня три высоких. И по краям тоже тюльпаны у меня... Ой, не видно так темно тут, да? Ну, в общем, по краям вот они маленькие, да? Коротенькие. Вот, так что ждем. Вот, кроме того, еще у меня вот такие вот тюльпаны распустились. Тоже красиво. И еще у нас цветет вот эта яблоня, которую у нас ребенок выбрал в садовом центре. И он ее растит. В прошлом году у нас было, не помню, сколько на ней, 4, что ли, яблока. Вот, в этом году посмотрим, сколько будет. В общем, вот такие дела. Вот это какой-то цветок, заодно покажу, называется Гландора. Я не знаю, что это такое. Ну, какой-то очень маленький кустарник. Совершенно прекрасного цвета. Ярко-ярко-синего, ну, ярко-не-синего, ярко-голубого. Вот, если кто-то знает, что это такое по-русски, напишите, пожалуйста. Мне очень нравится. Посмотрим тоже, как он будет разрастаться в горшке. Мы купили его недавно. Цвет? Какой это цвет? Блю. Это просто блю. Вот, чтобы вы знали, это просто блю у нас. Вот, и здесь просто нарциссы в горшке, их здесь больше. Горшочек такой маленький. Это из какого-то там пакета, мешка, где были нарциссы все подряд, да, в разнобой там, разноцветные. Вот, прекрасные просто. Пахнут прекрасно. И здесь еще в горшочке у меня есть и берез. В каком-то видео, два года назад, что ли, спрашивала, у вас что это такое на улице, красивое? Все мне написали, это и берез. Вот, теперь у меня тоже есть такая красота. Ну вот, в общем, вот такие дела. Как расцветут тюльпаны у нас, да, то мы снимем еще одно видео, как идет дальнейшее цветение нашей лазаньи. Я, да. Пока. Продолжение следует...